Могилёв готовится принять пятый форум регионов Белоруссии и России. Организационные вопросы проведения мероприятий обсудили сегодня в Минске. На форуме будет работать пять секций разной тематики. От международной и экономической безопасности до унификации законодательства в рамках Союзного государства. Участники обсудят вопросы, связанные с обеспечением равных прав граждан Белоруссии и России, а также равных условий хозяйствования для юридических лиц. Предполагается, что будет подписано более 70 документов о сотрудничестве. Деловые круги заключат контракты не менее чем на полмиллиарда долларов. Форум пройдет в Могилёве 10-12 октября. Участие в нем уже подтвердили 20 губернаторов России. В Беларуси растет количество ИПС-убъектов малого и среднего бизнеса. Сегодня в стране зарегистрировано 347 тысяч представителей этого бизнес-сегмента. При этом, отмечают специалисты, сохраняется тенденция превышения количества зарегистрированных юрлиц и предпринимателей на теми, кто прекращает свою деятельность. За год почти вдвое выросло количество самозанятых, которые выбрали для себя наиболее упрощенный режим налогообложения. Также стало больше ремесленников. Еще в прошлом году было около 8 тысяч, сегодня их количество приближается к 11 тысячам. В продажу поступили билеты на международный детский конкурс песни «Евровидение-2018», который принимает Минск. Оценить воочию грандиозное шоу 25 ноября в Минской арене можно по демократичной цене. Стоимость билета варьируется от 6 до 12 рублей. Их можно приобрести как в кассах столицы, так и онлайн. Также приглашение на шоу получат воспитанники детских домов и одаренные дети. Музыкальный форум в этом году соберет рекордное количество участников 20 стран. Музыкальный форум в этом году соберет рекордное количество участников 20 стран.